Друзья, в этом видео решил подробно рассказать об эффективных приманках для ловли окуня сподо льда. В условиях глухоземья во время низкой активности рыбы они часто выручают. С уверенностью могу сказать, что с этими приманками вы будете всегда с богатым ловом. В данном сюжете речь пойдет о ловле на разные типы донных приманок. Они не очень популярны среди рыболов, но часто дают фору балансирам, плеснам и бокоплавам. Начнем, пожалуй, с самой популярной. Это блесна с подвесным тройником каплей. В качестве блесны использую классический крабик. За основу можно взять и приманку с одним крючком. И в втором случае блесна выполняет роль привлекающей элемента, ведь ей ударяют по дну, отчего поднимается облачко муки, а тройник во время пауз при медленном и аккуратном покачивании приманивает окуней. Крупный окунь зачастую атакует блесну вместе с подвеской, а вот мелкий в большинстве случаев ударяет в каплю тройника. Стоит сказать, что такими приманками играют не только на дне, но и в толще воды. После продолжительной безрезультатной игры, блесну по дну, ее приподнимают на несколько сантиметров в толщу воды, на дном и легонько качают или делают едва заметный подброс. Именно в этот момент окунь начинает проявлять интерес к приманке и атакует. Проводка осуществляется в виде ритмичных коротких подбросов. Блесной не стоит очень резко дергать. Основная задача донной приманки сконцентрировать рыбу в одной локальной точке. И когда плотность даже самых пассивных окуней увеличится до критической отметки, вот тогда и начинается окуневый лифт. Дополнительный привлекающий элемент может быть самый разный, как тройничок с каплей, так и коза, голый тройник, тройник шерстинка и многое другое. Крепление, привлекающее элемента, также может быть разным через небольшое заводное кольцо, как в первом случае, на коротком отводном поводке, так и свободно перемещающийся по основной леске, как в данном случае. Во время подбросов коза смещается вверх по леске, а во время свободного падения скользит вниз. Поклевки, как и в первом случае, происходят во время пауз. Здесь стоит обратить внимание на тот факт, что перемещение козы по основной леске на воздухе и в водной среде отличаются. Многие думают, что тройничок коза при перемещении вниз по леске постоянно стопорится и дергается, привлекая таким образом рыбу. Но в водной среде практически любая металлическая приманка свободно и очень быстро падает на дно. В случае применения коротких проводок, дополнительная приманка поднимается на основной леске совсем невысоко. Следующий тип приманок, это типичные донные блесны. На видео представлена блесна, бомбочка. Такое блесно играет исключительно у дна, ритмично выбивая облачко мути. В большинстве случаев такую блесну используют в тандеме со скользящими тройничками, козочками, чертиками, а также чибисами. Первые три типа дополнительных приманок крепят на скользящем монтаже на основной леске. А вот чибисы используют на небольшом отводном поводке. На видео представлены все вышеуказанные типы дополнительных привлекающих приманок, как и в первом случае данную приманку используют во время низкой активности рыбы. На подбросах блесна ударяет практически в одно место. Следующий тип донных приманок, это конусы и пирамиды. Ими также методично стучат по дну и извлекают облачко мути. Конусы и пирамиды зачастую используют в тандеме со скользящими по основной леске козочками, чертиками, тройничками. Пирамида от конуса отличается тем, что у первой крючки расположен на углах граней, поэтому имеют более широкий захват. Успех ловли на данный тип приманок заключается в том, что ими необходимо стучать в одну и ту же точку, без отклонений с небольшими подбросами. В таком случае можно рассчитывать на успех. Конусы и пирамиды, которые во время игры уходят в сторону, неэффективны. Раз уж речь идет о донных приманках, грех не вспомнить об алде или о яйцах. Состоит она из основной части выполнена из свинца в виде игрушки, оливки и двух боковых в виде крючков с бисером, проволочкой, кембриками. Балдой, как и конусом также методично стучат по дну, а во время пауз аккуратно анимируют боковые крючки на приманке. Сложно сказать, что имитирует данная приманка, но от этого она не становится менее эффективной и уловистой. Данная приманка может иметь самые разные конструкции, но классическая модель представлена на экране. Все части балды воедино связывают узлом рапола в виде петли. Бискай используется толстых диаметров, ведь с донными оснастками не стоит мельчить. Окунь прощает грубость, а в случае поимки трофея рыболов во время вываживания горбача будет чувствовать себя уверенно. В заключении хотелось бы рассказать о достаточно новой приманке черепашки. По мнению автора, данная приманка имитирует водных клопов, плавта и гладыша, так что черепашкой можно играть в толще воды, точно так, как и мормышкой, или же стучать по дну. На крючках черепашки нет бусинок и кембриков, по одной простой причине. Точка атаки в виде яркой капельки размещена на теле приманки. Наиболее эффективная проводка черепашкой это небольшой подброс и падение на дно. После череву черепашку раскачивают или же легонько подбрасывают на дне. Во время таких копошений окунь и атакует приманку. Черепашка универсальная приманка, где ее можно мормышить, ударять по дну или и блеснить, точно так, как и вертикальными блеснами. Связать черепашку можно также через петлю узлом рапала. Вот только в данном случае необходимо быть внимательным, дабы правильно пропустить леску и связать воедино все составные части. В противном случае крючки будут постоянно путаться и не выполнять своих функций. Приманка не будет работать. Друзья, вам был представлен краткий обзор основных наиболее популярных донных приманок для ловли окуня. Надеюсь, данная информация была вам полезна и пригодится в наступившем сезоне подледной ловли. Уверен, что такие приманки должны быть в арсенале каждого рыболова зимника, который стремится поймать настоящий трофей. Посему желаю всем успешных рыболовных выездов и трофейных экземпляров. Увидимся на льду! Субтитры создавал DimaTorzok